Доброго времени суток и сегодня Рыжкин готовит стейк, правильный стейк, а именно стейк с триплойн. Все мы любим мясо, любим его есть, любим его готовить и по идее это готовка мяса, ну это ничего сложного. У вас есть кусок, у вас есть сковородка, у вас есть огонь, плита индекционная или мангал. Кинули, приготовили, все, в принципе-то да, все действие. Но есть же нюансы, кухня она как раз строится на нюансах и чтобы приготовить мясо, которое будет вкусным, жарко это фигня, опять же да, вот кинули, пожарили. Мясо надо подготовить и это самое главное, что вам нужно знать как раз при готовке стейка. Поэтому вначале мы его подготовим. У меня сегодня стейк с триплойн, вот такие вот два кусочка, где-то по полтора-два сантиметра, как раз прекрасно, кошка, ты не нагрей, а? Как раз прекрасно подойдут для жарки. Помимо этого, помимо мяса, мы будем сегодня использовать соль, перец, чеснок, тимьян, розмарин и оливковое масло. Для чего? Для того, чтобы замариновать мясо перед жаркой. Мясо прохладное после магазина. Мясо для стейка должно достичь как раз комнатной температуры. Для того, чтобы когда вы жарили, оно более правильно, что ли, ну не... Я сейчас договариваться буду и это не вырежу, я это в черный экран сейчас засуну. Домашняя кухня, ебте. Все равно лучше, чем у Исаакыча. Подписывайтесь на канал. Мясо должно быть теплым, чтобы оно более равномерно прожарилось и чтобы вы точнее попали в прожарку. Соответственно, мы его сейчас будем мариновать, ну как мы, вот эти вот руки, вот эти вот мы. Ну, вы тоже можете параллельно. И отставим буквально на полчаса на часик, потому что оно тут лежит, ну уже где-то минут 40. Соответственно, полчаса-час ему хватит, чтобы дойти, после чего начнется жарка. Еще чеснок у нас, кстати, есть и специй. Вот, но прежде чем переходить к маринаду, есть еще один нюанс, без которого вот мясо никак нельзя готовить. Как мы все знаем, красное мясо, оно хорошо к вину. Но мы ведь его сейчас не будем есть, мы его будем готовить. Поэтому будем готовить его с пивом. Это обязательно, кстати. Если вы готовите мясо без пива, оно у вас не получится. Какие бы вы правильные грамотки бы не использовали, не выйдет, нет, вот-вот, мы не пропагандируем алкоголизм, если что. Человеку за кадром, чинь-чинь, вам тоже. Маринад. Объясняю все по пунктам, простенько записывайте. Итак, перец, и так, оливковое масло и соль. Начнем с соли. Тут все очень простенько. Посолили, посолили. Одной рукой перевернули. Опять посолили, посолили. Вот этими тремя пальцами я переворачивал. Эта рука у меня чистая, ну в соли, но чистая. Поэтому вот этой рукой вот так мельницу, а чистой рукой как раз оп-оп, готово. Перевернули, перевернули. И опять вот так. Это, знаете, такие тупые лайфхаки для домохозяек, но чтобы 10 тысяч раз руки не мыть, это работает. Что мы делаем теперь? Отложили мясо. Вот сейчас руки надо будет помыть. Для чего? Мяс пусть тут так же и лежит. Чеснок нам много не надо. Буквально 2 зубчика чеснока. На грязь не обращайте внимания, я это потом за кадром уберу, естественно. Теперь, что мы делаем с чесноком? Опять же, у нас сейчас такой, ну, сухой маринад. Жопки отрезали. Ну, жопки это, как это, корнеплодка. Мил, как это называется? Откуда растет растение? Вот это вот. Многоплодка. Корнеплодка. Во! Во! Корнеплодка. В общем, это отрезаем. Дальше давим. И порезали. Порезали вместе. И еще раз порезали. С чесноком все. Нож нам больше не нужен. В мойку. Далее, что мы делаем? Вот у нас кусочки мяса, да? У нас есть еще тимьян. У нас есть розмарин. Берем тимьян вот сюда к чесноку. Вот так вот тимьяна берем. И вот розмарин берем. И розмарин берем. И еще берем розмарин. И еще темнее. Оливковое масло. Зачем? Чтобы специи лучше проходили в мясо. И чтобы потом не лить лишнее масло на сковородку. У меня тут зрители везде ходят. Палили. Помассировали. Палили. Помассировали. Одной рукой опять же. Перевернули. Перевернули. Палили. Здрасте. Помассировали. Палили. Помассировали. Мы это вырежем? Все. Теперь этой же рукой, которой вы массировали, чеснок добавляем. Также вот сверху добавили. Розмарин. Тут уже можно двумя. Розмарин. Тимьян. Ну, точнее, сначала тимьян, потом розмарин. Пусть впитывается. Теперь, что мы делаем теперь? Опять моем руки. Опять моем руки. Пищевая пленка положили. Она должна полежать. Мы пока... Ваше здоровье. Это вот называется. Впервые за несколько лет решил вернуться к рубрике готовки. Вуаля. Берем кусок мяса в пергамент и заворачиваем и переворачиваем. То же самое действие. Кусок мяса в пергамент. Заворачиваем. Заворачиваем. Такой конверт. Переворачиваем. Убираем. Моем руки. Опять. Что теперь? Теперь, как я и говорил в самом начале, полчаса-час мясо маринуется. Оно как раз, ну, плюс-минус впустит в себя соль. Ароматы перца зафиксирует. Ну, чеснок, розмарин, тимьян тоже поиграют. Перед жаркой мы это, естественно, уберем. Большие куски, чтобы они не сгорели. Мы их будем рядом с мясом жарить. Но это чуть попозже увидите. При этом, почему, опять же, в бумагу? Почему в бумагу? Если сейчас мясо у нас начнет потеть, вот, выделять сок. Кстати, крови там нет. Если кто-то говорит, что мне стейк с кровью, ну, херня это все. Кровь вся убирается из тушки во время обвалки. Это когда, ну, на часть ее режут. Здесь мясной сок. Вот, а красный он из-за белка, название которого я не помню. Ну, есть у меня в телеграм-канале, ссылочек в описании, подписывайтесь. Короче, если мясо начнет потеть, это все впитается. Плюс оно не заветрится, потому что, ну, мы не убираем это в холодильник. Нам не надо, нам надо, чтобы на комнатной температуре было. А в-третьих, если вы все-таки решили убрать в холодильник, чтобы мясо не впитало лишние запахи и ароматы холодильника. Вот, это если вы хотите мариновать мясо в долгую. Понятное дело, лучше это делать в вакуумных пакетах. Но если у вас вакууматора нету, вот так обвернули, убрали, на ночь забыли, утром встали, пожарили, все. Ну, мы, конечно, на ночь убирать не будем. Полчаса-час и, ну, для вас секунду, и готовим. Мне показывают маленькую ложечку. Как вы видите, я преобразился. Как смотного фрегава больше. В фартуке. Ну вот. А это, соответственно, значит, что сейчас будем стейчики жарить. Ну, как стейчики, по одному. Если вы вот в такую сковородку, ну, или стандартную домашнюю, ну, как бы вот она, стандартная домашняя, засунете сразу два стейка, они как бы не пожарятся, они, ну, сварятся, там, протушатся чуть-чуть. Вот, поэтому по одному стейку, ну, это чтобы не обляпаться. В общем, полчаса прошло. Ставим. Ой, у нас тут блок. Мы такие профессионалы подготовились. Ставим сковородку разогреваться. Я хочу данные стейчики где-то medium-medium-re, то бишь это, ну, от двух до трех минут с каждой стороны. Соответственно, это не должен быть дикий огонь, вот, если у вас газ. Если индукция электричества, в основном это до 9, ставьте 7-8. Ну, опять же, в зависимости от вашей плиты, в зависимости от сковородки, на которой готовите. Сейчас будем разогревать сначала обычное масло подсолнечное. На оливковом жарить не люблю. Я помните, говорил, что вот масло нужно, чтобы меньше масла сюда лить? Да, но я все равно его лью. Почему? Потому что сюда сейчас еще сливочное пойдет. И плюс там еще для маринада надо, да? Помните? В общем, сейчас у нас будет разогреваться обычное масло. Берем сливочное, берем большой шмат. Мясо должно так, ну, бултыхаться немного в масле, когда будет обжариваться. Чтобы ароматы были. Вот у нас получается на ноже вот такой шмат. И сковородку. Давайте на семерочку сразу поставим. Сполоснем нож. Я в фартуке могу руки уже об себя вытереть. Короче, что дальше? Мы сейчас будем топить масло. Самое главное, когда масло топите, сливочное, на сильный огонь вообще никогда не ставьте, а то оно сгорит. Заправушка. Подготовим также сразу тарелку. Еще такой момент, о котором забыл сказать. Как, в принципе, выбрать мясо для стейка. Вот в магазин пошли. Хотите именно стейк. Не свиной стейк, не куриный стейк. А именно вот стейк. Говяжий. У нас сейчас, в принципе, проблем с мясом-то как бы и нету. Но как бы и есть. В общем, выбирайте либо стриплоин, как у меня сейчас, либо рибай. Потому что все остальные альтернативные куски, ну, вы их, конечно, обжарите, но это будет вообще не то. Скорее всего, это будет у вас либо подошва, ну, либо подошва безвкусная. Потому что будет минимум жира, соответственно, вот минимум вот этой мясной сладости будет. А вот такой вот момент. Филе миньоны, ну, я не знаю, зачем они вам, кто любит филе миньон. И еще такой момент. Опять же, да, почему мы заставляем мясо ждать в тепле, помимо того, чтобы оно согревалось. Оно, конечно, за полчаса, вот как у нас прошло, не успеет начать такую активную ферментацию. Но вообще для мяса это даже немножечко полезно. Не чтобы оно гнило, а немного сферментировалось. Чтобы белок разбился, расщепился. И, я надеюсь, я правильно говорю, я не биохимик, да, но вроде так работает. И чтобы мясо лучше, опять же, выдавало свои вкусы и жарилось. Так, масло нагрелось. Это тарелка, куда мы будем подавать. Я еще не знаю, буду ли я давать мясу, так сказать, отдохнуть. Вот, разворачиваем наш кослан. У нас сейчас тут на шестерке, потому что, чтобы не сгорело, кослан развернули. Добиваем до семерки. Мы сразу берем щипчики, чтобы его переворачивать. И давайте возьмем так, по две с половиной минуты. По две с половиной минуты. Так, вот зелень пока убираем, все. Здрасте. Зелень убрали. Щипчиками. Так, проверяем. Сейчас он вам слышно будет? Шипит. Значит, жарить можно от себя. Все, и здрасте вам. И засекаем две с половиной минуты. Мясо не трогаем. Жарится и жарится. Две с половиной минуты оно сейчас у нас будет жариться. Я даже не знаю, байку вам, может быть, какую-нибудь рассказать. Но, смотрите, зелень я туда пока не кладу. Зелень я буду под конец вот этой первой двух с половиной минутки, чтобы, опять же, не сгорело. По времени, ну, тут, опять же, смотря какая прожарка, мясо вас интересует. Но если хотите прям совсем, так сказать, сырое, жарить лучше на более высокой температуре, тут уж, естественно, лучше без сливочного масла, чтобы горения не было. И там, ну, буквально там по 45 секунд. Еще такой момент, о котором забыл сказать вот в первой части ролика, когда вот у меня мясо здесь лежало, оно было сухое. Что это имеется в виду? Я мясо достал, ну, распаковал, и салфеточкой прошелся. Вот, то есть прошел салфеточкой, вот этот вот лишний вот этот вот сок, лишнюю влагу убрал, и оно у меня так вот лежало, тоже немножечко подветривалось. С ним так лучше работать, соль, перчик лучше пристанет. Минута подходит к концу, вот давайте. Сейчас можно уже и поводить, потому что тимьян и розмарин уже начали давать аромат. Давайте три минуты подержим. Кусок достаточно толстый, вот, до медиума буду доводить. Три минуты. С маринадом, естественно, можете играть как хотите. Ну, то есть тут вот, то, что у меня сейчас, это такая, как бы, классика. Вы, естественно, можете замариновать его как угодно. Правда, если вы замаринуете, скажем так, жидким маринадом, ну, тут уж лучше запекать. Понятное дело, его слить можно, но все равно не так играть будет. Так, три минуты у нас завершились. И переворачиваем по зелени, по всему поводим. Если у вас сковородка, как у меня сейчас, алюминиевая, вот так вот лучше долго не поднимать, не играть, потому что жар быстро уходит. Если у вас чугун, мама, вы можете его разогреть, просто снять и дообжаривать. Ничего с того, что не будет. В общем, сейчас еще получается две минуты, да? Да, две минуты. Минутку давайте дадим отдохнуть. Минутку буквально под фольгой. Разрежем и попробуем. Я как раз пока фольгу и достану. Ничего, что я к вам жопой. Нормально? А, кстати, посмотрите, у нас тут натюрморт появился. Это салатик будет, но его я делать не буду. Ну, буду, но не на кадр. Экзостенциальная кухня. Так, осталось полторы минуты. Вы не переживайте, мясо я вам покажу. Я его поднесу на срезе, все это будет. Сейчас такой кадр, потому что как бы одна камера. Хотите профессиональные кадры, ну, донатьте, ссылочку в описании. Так, давайте сразу же подготавливаться. Кстати, вот это вот время отдохнуть, для чего оно нужно? Чтобы влага, соки, кислород равномерно разошелся по мясу. Это во-первых. Во-вторых, оно чуть-чуть подостынет, именно сверху. Чуть-чуть дойдет в центре. И оно отдохнуло, вы подали, и сразу кушать можно. Все. Так, ну, буквально 10 секунд. Выключаем, пока я тут за чипчиками иду. Как раз эти 10 секунд и прошли. Тут у нас есть жирок, я вот его сейчас буквально вот так вот пару секунд. Почти ничего не изменится, но все же. Оп-оп-оп. На минуту забываем. Так, нет, чипки не потребуются. Второй кусок, естественно, закладываем как бы, а то и так тут все уже затянулось. Чего я его смучить буду, да? По гарниру. Почему сегодня без гарнира? А зачем к такому мясу гарнир? Вот-вот не надо. Бутылочку вина открыли, куснули, запили. Вот. И благодать. Если бы у каждого человека каждый вечер был бы бокал какого-нибудь такого пятилетнего кьянти и такой вот стейк, в мире жилось бы прекрасно. Вот. Ни конфликтов, ничего бы не было. Вот. Это как бы вот think about, да? Что у нас по времени? Я немножечко время потерял, ну, где-то еще секунд 15. Так, склеечка тут должна была быть, склеечка, да? Вот склеечка. Короче, все, давайте это, давайте пробовать наше мяско. Ну, давайте так вот его возьмем. Во-первых, давайте я вам его поднесу, покажу. Сейчас будет прикольно, если оно упадет. Ну, вот видите? Ну, вот, вот, черное, но не сгоревшее. И жирок подтопился. Это важно. Теперь делаем разрез. Ну, медиум ре. Как видите, да? Я не знаю, сфокусируется сейчас, то есть, сфокусируется. Тебе, кстати, вот такое потом делать? Или по, это, по нажаре, ну, это, по нажаре, сажаре сильнее. Так, вот. Давайте такой кусок. Вот. Кошки, успокойтесь. То есть, вот, видите? Если, в принципе, ему еще дать чуть-чуть побольше отдохнуть, вот это чуть-чуть дойдет. И, то есть, вот этой вот кровававости, назовем так, не будет. Ну, по сути, у нас получился медиум ре. Вот. Давайте пробовать. Если бы не моя щека, которая у меня сейчас болит, потому что я ее прокусил. Эх. Ну, вообще хорошо. Сейчас просто жевать неудобно. Ну, мясо, как видите, прожевал быстро, жуется, все нормально. Ну, опять же, прожарка, какую хотите. Хотите более, скажем так, ну, не сухую, что ли, менее сочную, назовем так. Чтобы меньше вот этого мясного сока было. Опять же, тогда плюс минуту. Температуру не повышайте. У меня была семерка. Если вы повысите температуру, то вот здесь как раз, вот этот вот, приятный коричневый цвет. И вот, видите, кстати, я не знаю, видно вам, не видно, что она все сочится прям. Сейчас давайте я вот так вот на тарелке преподнесу, чтобы было видно, что вот оно, мясо сочится. Вот, то есть оно, оно сочное, оно не сухое. Везде оно сочное. А если температуру увеличите, вот это коричневым, красивым не будет. Оно черным будет, оно сгорит. И специи, которые там были у меня, то есть розмарин, тимьян, остатки чеснока, сливочное масло, сгорит нахер. И вкус будет уже не такой приятный. Поэтому хотите прожарку посильнее, то есть там в медиум или там к вэлдану и так далее, температура сохраняется, просто время увеличивается. Хотите более сырое мясо, но при этом обжаренное, вот тут, да, температуру увеличили, по минуте обжарили и все готово. Но опять же, отталкивайтесь от посуды, в которой вы готовите. То есть у меня алюминий, был бы у меня чугун сейчас, вот сейчас я делал 3 минуты, такой результат на чугуне был бы как раз за 2 минуты. Вот, потому что нагревается сильнее, быстрее отдает. Так, в общем, на этом, на этом моем руки, мы моем руки, на этом моем руки. Это новый будет ХИТ 2024. На этом все, получилось окей. Надеюсь, эта рубрика у меня будет выходить чаще. Это зависит только от меня и моей линии. Вот, вам спасибо за просмотр, лайки, комментарии, подписки, вот это все вы прекрасно знаете. Я сейчас продолжу готовить второй кусочек мяса для своей любимой жены, еще салатик надо будет какой-нибудь сделать, ну и вот это вот все. В общем, приятного аппетита, всем спасибо, всем дизлайка.